Ежедневно, по будням, а также в субботу в Видновской поликлинике можно пройти диспансеризацию. Кроме того, медики выделяют несколько дней в году для так называемой большой диспансеризации. Главной задачей такого медосмотра является нахождение признаков заболевания, о которых человек, возможно, даже не догадывается. В 2018 году медицинский осмотр прошли более 8 тысяч человек. Диспансеризация проводится в несколько этапов. Вначале каждому пациенту создают маршрутный лист, который определяют по возрастной группе и полу, а после посещения всех врачей дают направление на лечение выявленной той или иной болезни. Диспансеризация направлена на выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний, таких как повышение цифр холестерина, глюкозы, повышение цифр давления, направлено на борьбу с курением, злоупотреблением алкоголем, нерациональным питанием, низкофизической активности. По итогам 2018 года было выявлено более 3 тысяч случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 87 онкологических заболеваний, более 2 тысяч болезней эндокринной системы. И это только у тех, кто прошел диспансеризацию. Все эти пациенты уже получают необходимое лечение. С этого года в диспансеризацию включены такие скрининговые анализы, как анализ скала на скрытую кровь, который позволяет выявить рак кишечника на ранних стадиях, маммографии, выявляемость рака молочной железы, мазки на онкоцитологию у женщин и у мужчины на рак простаты. Анатолий Кок следит за своим здоровьем и обязательно раз в год посещает поликлинику. Знать все о состоянии своего здоровья он считает важным. Мне кажется, посещать поликлинику надо постоянно, но в течение хотя бы 1 раз в год, то есть контролировать свое здоровье, уровень сахара, белка, холестерина, потому что это важный показатель для людей, которые каждый должен знать для себя. Напоминаем, что диспансеризацию необходимо проходить раз в 3 года. Если количество ваших лет кратно 3, планируйте в текущем году пройти медицинское обследование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!